Девушки отдыхают 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 Я слышала только, честно говорю, об Эвенка. Эвены, Юкагиры, Долганы, Чукчи для меня, бурятки. Чтобы увидеть их вживую, услышать их речь, для меня это было, конечно, очень интересно. И потом, я несколько раз потом говорила, уже в процессе работы, я говорю, Венера Петровна, Виктория Петровна, как я вам благодарна, что вы меня пригласили, и что я в этой среде почувствовала и свою родную душу тоже. В наших детях, в том коллективе, который они подобрали. Конечно, я безмерно им благодарна. Я вообще считаю, что Виктория Петровна – это сердце Арктики, а Венера Петровна, сестра ее, это мозг Арктики, потому что она взяла на себя все научное направление деятельности нашей школы. А Виктория Петровна, вы же понимаете, какие это годы, 99-й год, очень большие перемены в стране, не говоря уже о республике. Поэтому, конечно, тяжело приходилось Виктории Петровне, потому что город русскоязычный. И, конечно, очень много проблем в связи с тем, что было недопонимание, поэтому Виктории Петровне приходилось идти напролом. Поэтому, конечно, очень много нам пришлось, в общем, все это испытать, через все эти трудности пройти. Но вот умелое руководство Виктории Петровны, Венеры Петровны, вот этот вот тандем, родственный тандем и профессиональный тандем дал жизнь, дальнейшую жизнь, и профессиональную, и дальнейшую жизнь и детям, которые сюда приезжали, но и тем людям, которые приходили сюда работать. Сегодня мы представили проект, новый проект ЮДЧ. ЮДЧ – это мы, коротко, югогирский, долганский, чукотский и овенкийский, да? ЮДЧ и овенский, конечно. И вот эти языки изучаются в нашей школе, и мы, как необычная наша школа, потому что гуманитарно-культурологического профиля, хотим даже математикой помочь, средствам математики, популяризации и изучения этих наших родных языков. И дети вот составляют, раньше составляли мысль на семи языках. И английский брали, и немецкий брали. Есть сборники, вот выпускали свои, юдачаны, да? Юдачаны, значит, тоже такая же расшифровка. Югогирский, долганский, овенский, чукотский, овенкийский, немецкий и английский. И наши задачи, а задачи составлять – это очень трудно, да? Когда составляем задачи, мы составляем именно… Они составляют дети, применяя свои жизненные навыки. А до родителей спрашивают, допустим, кушает олень траву или ягель, да? Как переводится это на эти пяти языка? Когда составляется одна задача, как бы они учатся не только математике, они учатся и по родному языку. И они и географию изучают, и историю. И, короче, здесь очень много познавательных навыков у них разбивается. В 2005 году начинают свой сборник накапливать. Пока они учатся, они будут накапливать. И когда свободное время, когда муза, это тоже как стихи же, да, задачи создавать. Они создадут, но ответ может не выйти. Или может такое вот… Они звонят своим родителям, да? Вот, а весит ли вот глухар сколько-то килограммов? А можно вот один заезд вот такой, двум глухарям по весу равняться, да? Или хватит ли на семью столько же, как бы, чубуку, да, на месяц? Вот все бытовые задачи, они не только решают, они составляют, переводят. А как педагог, как учитель, я всегда ставлю перед собой такую цель, чтобы наш выпускник, мой ученик мог смотреть на проблему немножко с другой стороны, немножко с другого ракурса, именно ракурса такого критического мышления, и творчески подходить к любым проблемам, к любым ситуациям. И я горжусь тем, что мои ученики, мои выпускники в конечном итоге некоторые связали свою жизнь с искусством, с миром танца, с миром музыки. В первые годы, конечно, не было ни у кого такого опыта работы в Арктике, и было очень много таких смешных моментов, когда мы составляли тот же график режима дня, где мы дружно все посовещавшись, воспитатели, педагоги, написали с часу 30 до 2 часов питье трав. Питье трав означало, что дети должны будут принимать фитобар, посещать. Ну и вообще, вот я хочу сказать, что в жизни любого человека вот работа, а работа в моем случае, вот большую часть моей жизни, конечно, это занимает моя любимая работа. Вот эти именно круговые танцы как бы заняли в моей жизни такую тоже определенную нишу. Когда я уже работая в нашей школе Арктика, я закончила наш университет имени Максима Кировича Амосова, ну и так получилось, что вот Венера Петровна, наш научный руководитель, она во мне именно разбудила огонь любопытства именно вот к нашим традициям, к нашим круговым танцам. И она меня сподвигла на то, чтобы я занялась вот именно танцами с точки зрения науки. И на основе науки и вообще жизни своей, да, ну как бы опыта педагогического, знаю, что та среда, которую мы создаем вокруг наших детей, она очень им помогает пойти по жизни. Я вот всегда детям говорю, нет ни одного ребенка, ни одного выпускника, кто бы говорил, что школа Арктика не оставила в его душе светлый яркий след. В школе Арктика одним из любимых уроков является урок физкультуры. Кроме этого дети занимаются в различных секциях. Многие выпускники становятся профессиональными спортсменами, мастерами спорта, призерами всевозможных соревнований. И все это благодаря учителю и тренеру Валентину Геннадьевичу Алексееву, который работает с момента открытия школы. Здесь ребята зачастую занимались вольной борьбой. И по сей день они увлекаются этим видом спорта, им очень нравится этот вид спорта. У них много результатов, достижений за эти годы. И со временем развивались и другие виды спорта. Я еще являюсь тренером-преподавателем по северному многоборью. Этот вид спорта я узнал тоже в начале 2000-х. Об этом я вначале не знал, что такой вид спорта существует. Но и так как наши ребята в основном приезжают из северных улусов, и они очень любят тоже национальные виды. И борьба хапсага, и массрейслинг, прыжки через нарты, метание аркана, маута, чаута, в разном народе по-разному называется. Это лассо. И вот постепенно я перешел к этому виду спорта. Мне она очень понравилась, потому что это многоборье. Там все физические качества человека развиваются. Выносливость, скорость, ловкость, координация движения. И поэтому постепенно я начал тренировать ребят. И за эти годы у нас около 10 мастеров спорта выросли. К юбилею хотим здесь создать уголок, сделать ее покрасивее. Все это выставить, чтобы с фотографиями, с грамотами, с кубками, чтобы когда пришли выпускники, вспоминали, как они раньше здесь учились, как они эти кубки выигрывали. Одной из важных задач школы является внеучебная работа с детьми. Поэтому появилась совершенно новая должность – советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. И этим советником является Татьяна Батажаповна Батарова, представительница Большой педагогической династии. Основная задача советников в школе – это реализация программ воспитательной работы. Они помогают развивать социальные инициативы у детей. Моя задача как советника в нашей школе – быть проводником федеральных детско-юношеских событий. Я должна не просто знакомить детей с проектами, с возможностями, которые представляются региональными и федеральными проектами, но я и должна быть наставником у этих детей. Я должна прямо непосредственно принимать самое активное участие в проектах вместе с детьми, которые хотят участвовать в российских проектах. И в этом году в нашем районе открыто первичное отделение «Движение первых», российское движение детей и молодежи, движение первых, с которыми мы активно сотрудничаем. И наши дети, восьмиклассники, уже поучаствовали в мероприятиях этого движения, то есть выезжали на получение первого документа в своей жизни, на вручение паспортов. Две девочки у нас выехали, им вручили паспорта в торжественной обстановке. Каждый учитель, который работает в школе «Арктика», влюблен в свой предмет и учит ему с учетом национально-региональных особенностей, которые способствуют лучшему пониманию и усвоению школьного предмета. Мой урок в 11-м Б гуманитарном классе проходит по программе, именно новой по ФГОС и с реализацией национально-регионального компонента. Это серия уроков. Этот урок у нас уже обобщение пройденного, урок исследования. Дело в том, что в процессе преподавания русской литературы я столкнулась с несколькими проблемами. Во-первых, это непонимание учащимися некоторых русских слов. И поэтому вторая проблема – это непонимание самой семантики слов. Поэтому эти уроки русской литературы и национальной литературы я провожу с точки зрения концептов. Ведь концепт – это сгусток культуры именно особенностей национального автора. И поэтому учащиеся исследуют концепты и хронотопы в произведениях, в синтезе, то есть национального автора и русской литературы. Прошла серия уроков, таких как, например, сравнительно-сопоставительный анализ рассказов Ивана Алексеевича Бунина, «Алитета Немтушкина, мне снятся небесные олени» и Юрия Ретхеу «Когда киты уходят. Современная легенда». Были проделаны большая работа исследовательская. Учащиеся прочитали эти произведения и попытались исследовать с точки зрения синтаксической, фонетической, морфологической, ну и, конечно же, лексической. И с точки зрения континуума временно-пространственного. Учащиеся знают такие термины, как мифология, хронотоп, концепт, континуум. И поэтому для них сейчас, в настоящее время, для выпускников не составляет труда рассматривать вот именно с такой концептуальной точки зрения любое произведение как русской литературы, так и литературы народов Севера. Я считаю это достижением. Еще Ушинский в давние времена говорил, что нужно заниматься именно народной педагогикой. Потому что именно в совокупности со знанием о своем народе дети начнут разбиваться. В этом ключе мы начали работать и в школе Арктика. Еще, как только я пришла после института, мы начали проводить уроки с национально-региональным компонентом, где было составлено очень много задач, учитывая особенности этноса, который проживает на территории республики Саха-Якутия. Задачи составляла сначала я, потом стала просить помощи у детей. И в этом ключе у нас пошло очень хорошо развитие. Мои работы были представлены на просторах интернета. Я участвовала в различных конкурсах. Мои работы заметили. И со СВФУ Дечковская Матриона Давыдовна позвонила мне и пригласила меня поучаствовать вместе с ней в разработке учебного пособия по этноматематике, где учитываются задачи с национально-региональным компонентом. Например, такая задача, как то же самое Чаро Мадю. Она имеет форму двух геометрических фигур. Это цилиндр и конус. Сначала показывается, конечно же, картинка самого предмета, а потом дети уже смотрят из геометрии, с каким предметом это можно связать. И составляют задачи. Есть обычные задачи, которые связаны, например, с понятием из учебника. А они уже рассчитывают, исходя из своих знаний. Например, хватит ли у нас покрытия равдуги для того, чтобы сделать такого-то, какого-то определенного размера этот чум. Если посмотреть, например, задачи, то это задачи различного содержания. Они могут быть региональными, могут быть по территории, могут быть численными задачами. Все зависит от того, насколько у детей развита фантазия. Вот берут они какой-то предмет и развивают его с разных сторон. Особенно это хорошо видно на уроках геометрии, потому что можно увидеть геометрические фигуры в различных бытовых предметах, которые нас окружают. На своих предметах я стараюсь все-таки прививать чувство нравственности, воспитываю патриотизм. И так как школа у нас уникальная, мы учим детей, малочисленных народов с севера. И мы, конечно же, обращаемся к творчеству поэтов-писателей, которые рассказывают историю наших предков. И, значит, вот для меня было интересно, например, прочитать произведение Галины Каптуке «Мой папа Санта-Клаус». Когда я прочитала, я для себя так много узнала, потому что именно там рассказываются основы правила жизни предков в тайге. Эти правила общеизвестны, они называются «И ты у венкийского народа». Но там прямо вот очень интересно, увлекательно читать, да, и вот не сразу все понимаешь. Я вот по несколько раз читала, чтобы понять, а чему они вообще учат. И вот эта тема заинтересовала, и я хотела передать это своим детям. Нашла такую, одну из интересных методик – соединять мифологию и науку. Когда дети начали мне рассказывать свои истории, например, как сказания о северном сиянии, да, о том, как рассказывали дедушке и бабушке про сказки, что такое радуга, я начала через эти мифологии тянуть их в физику. Я говорю, что, например, вам рассказывали про северное сияние. Во многих мифологиях, сказках говорили, что это вот братья Солнца, да, духи. Всегда это было связано с Солнцем. Я говорю, знаете, на самом деле это так, потому что северное сияние – это магнитное поле Земли. Оно взаимодействует с солнечной радиацией. Это Солнце, действительно это так, только рассказано в своем сказаниях. Потом тоже вот и некоторые физические явления очень сложные, те же самые звуковые волны. Мы также решили вместе изучать. Они учили меня горловому пенью, а я им рассказывала, что такое звуковые волны, частота, период, длина волны. И вот вместе мы вот приходили к одному такому интересному уроку. Таких уроков у меня несколько, поэтому я собираю такие уроки, собираю вот именно те точки соприкосновения, которые можно соединить. Очень интересно, поэтому такого нигде нету. Это вот физика, она очень сложная, конечно, наука, но это не обязательно же должны быть какие-то строгие опыты, задачи сложные. Это может быть еще и так рассказано. И потом это дети, которые не издают физику, они, по крайней мере, не запоминают это. И развивается у них вот ассоциативное мышление. И, конечно же, благодарности учеников нет предела. Я Адамова Евдокия, выпускница юбилейного выпуска школы Арктика. Я Винькика из Усимайского улуса. Я являюсь отличницей, и моя цель – закончить школу золотой медалью. Я стараюсь участвовать во всех предметных олимпиадах разного уровня. В школе Арктика я стала более коммуникабельной и самостоятельной. Изучила больше свою культуру и традиции. Мне очень нравятся круговые танцы. Когда мы их исполняем, душа радуется. Хочу поблагодарить учителей за то, что они вкладывают нас, помогают нам. Я учащийся 11-го Б-класса. Приехал из поселка Бамнак Амурской области. Я по национальности Эвенг. Арктика дала мне возможность изучать углубленно свой родной язык. Я участник Международной олимпиады Турен и занимал призовые места. В этом мне помогает мой учитель родного языка и наставник Макарова Клавдия Иннокентьевна. Я хочу поступить в Институт имени Герцена на факультет культурологии, чтобы продвигать свою культуру и традиции. Хочу поблагодарить воспитательницу общины Геван Марину Романовну Амосову за то, что наставляла нас все эти годы, воспитывала, помогала нам. Я думаю, что не зря сюда все же приехал. Здесь я нашел много хороших знакомств, поучаствовал в республиканской игре модель Государственной Думы и еще стал серебряным призером фестиваля ГТО. Я хочу сказать спасибо своим учителям, то, что учили меня эти два года. И особенно я хочу сказать спасибо нашему классному руководителю Татьяне Владимировне Голубе. Я Поротов Артур. Учусь в 11 классе, занимаюсь боксом, являюсь чемпионом Нюрнгринского района в своем весе. Также являюсь главой общины Солинга и старостой класса. Хочу поблагодарить своих учителей за все годы, которые учили меня здесь, которые готовили меня к экзаменам. Хочу пожелать им дальнейших успехов в жизни и счастья. Я приехала в 8 классе, в школу Артика после карантина. И Артика мне очень нравится тем, что здесь мы позовем свой язык, свою культуру, танцы. В школе Артики я хочу пожелать, чтобы она процветала дальнейше, чтобы дети учились в ней так же хорошо и изучали свой родной язык. Поскольку если жив язык, то значит и жив народ. Ребята, давайте вспомним слова из нашего гимна. Друг за другом мы горой. Артика – наш дом родной. Артика, мы любим тебя. И мы присоединяемся к словам учащихся и желаем школе Артика, ее большому коллективу, дальнейшего профессионального роста и успехов в их благородном труде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова